День российской науки День российской науки День российской науки День российской науки просто прорабатываться. Помимо пострадавших офисов, несколько многоэтажных домов остаются без воды. Окончательно устранить повреждения и восстановить водоснабжение специалисты водоканала планируют в конце сегодняшнего дня. Что касается движения транспорта по профинтерна, то оно открыто, но с ограничением движения по одной плосе. Виновник серьезной аварии, которая унесла жизни трех человек в центре краевой столицы, пробудет под стражей как минимум еще два месяца. Об этом нашим новостям рассказали представители суда Октябрьского района. Арест Александру Руденко продлили до 2 апреля. Сейчас барнаульский гонщик продолжает находиться в СИЗО, куда его поместили сразу же после ДТП. Напомним, осенью прошлого года Александр, управляя автомобилем BMW X6, на бешеной скорости врезался в Рено, в котором находилось трое взрослых и двое детей. Как говорят очевидцы, Руденко ехал на красный сигнал светофора и был в состоянии алкогольного опьянения. Еще двое мужчин оказались в больнице. Позже одного из них выписали, а вот чем закончилась история со вторым пострадавшим, в Краевом Минздраве не смогли прокомментировать. Известно лишь, что до Нового года мужчина по-прежнему лечился в больнице скорой медицинской помощи. А на Алтае тем временем продлили шторм прогноз. Сотрудники МЧС рекомендуют пока не менять наработанный за неделю морозов режим. До конца недели отменить длительные поездки и без надобности не находиться на улице долгое время. В субботу в Крае сохранится аномально холодная погода. В Барнауле завтра днем будет чуть теплее, минус 25. Но в отдельных районах Края температура может опуститься и до минус 45 градусов. Тепло придет в регион на следующей неделе. Среднесуточная температура в Барнауле составит всего минус 15 градусов. Сегодня изобретатели и ученые отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки. Во всех вузах Барнаула проходят тематические конференции и открытые лекции. Наша съемочная группа в данные минуты работает в техническом университете. Ученые химического факультета разработали необычную методику изготовления строительных материалов. В качестве сырья они предложили использовать зерновые культуры, шелуху гречки и семечки. Когда экологически чистая фанера и шпон появятся в продаже и возможно ли сегодня вообще пробиться на потребительский рынок, расскажем в вечернем эфире. В Барнауле открылся шестой по счету салон оптики «Спектр». Здесь качественно проведут диагностику, подберут оправу и изготовят очки, которые будут радовать вас долгие годы. О том, как сделать свой мир ярче, расскажем в сюжете. Салоны оптики «Спектр» теперь есть практически в каждом районе Барнаула. Новый открылся на улице Георгиева, 44. В каждом салоне оптики «Спектр» есть медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день за подбором очков и контактных линз «Спектр» ежемесячно обращается до полутора тысяч человек. Наша миссия – подбирать очки и контактные линзы, а также изготавливать медицинские очки высокого качества для жителей Барнаула и Алтайского края. Здесь проверят зрение, как взрослым, так и детям подберут подходящую по цене оправу. Также в «Спектре» представлен широкий ассортимент солнцезащитных очков и контактных линз. А в связи с открытием в новом салоне на Георгиева, 44, весь февраль действует скидка 30%. «Спектр» преобразит свой мир. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. «Мороз и солнце» почти неделю. Погода в крае не меняется. В Рубцовске и Белокурихе – минус 29, 26 в Олейске. В Бийске чуть теплее – 23, в Барнауле – ясно ночью. До 32 мороза днем – 24, ниже нуля. Телефон редакции Барнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова